здравствуйте на канале и тонн тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а софной студии мой собеседник израильский журналист марк котлярский здравствуйте марк речь пойдет о том кого хамас будет у нас среди евреев имеется ввиду миловать кого он оставит в живых кого не оставит живых но речь это все еще как бы далеко это произойдет когда будет уничтожен израиль дело в том что вот есть такая организация memory там на днях появилась публикация с подружным изложением тезисов конференции которая проходила под эгидой хамаса и называлась она обещание будущей жизни палестина после освобождения конец цитаты но имеется до после освобождения израиля марк внимательно разбирался с этими интересными документами так что вот ему слово первый же вопрос многие говорили кто из журналистов кто тоже как и вы изучали эти документы что там есть такие выражения как освобождение от израиля исчезновение израиля уничтожение евреев хорошие евреи плохие евреи кому дадим убежать кому не дадим убежать это все так сказать журналистский приукрас или это действительно терминология этого документа нет это терминология документа потому что вот это то что вы упомянули вот это memory это организация это достаточно крупная мощная организация штаб-квартиры в вашингтоне имеющие филиалы по всему миру в том числе в израиле которая занимается целенаправленным мониторингом ближневосточной прессы или всем что связано с ближним востоком поэтому как бы на веб-сайте вот этой организации memory изложена помимо того что там есть информация об этом об этой конференции там изложены и и тезисы этой конференции и как бы заключительный скажем итоговый документ который был принят буквально по пунктам поэтому никакой выдумки там нет все чтобы процитировали это реально встречается в этом документе сама конференция состоялась 30 сентября вот в газе под как вы правильно заметили под патронажем и при непосредственном спонсировании хамаса а сама вот эта организация обещание будущего или как они иногда употребляют другое выражение как бы апокалипсис то есть апокалипсис двоеточие значит жить после израиля то есть они считают что вот это некий очистительный апокалипсис который то сказать сметет с лица земли израиль и надо себе примерно думать как как к этому подготовиться они сроков там не определено нет сроку как они были исходя из опыта никита сергейча хрущева который обещал торжественно что советские советские люди будут в 80-м году жить при коммунизме да они как бы сроков не дают но детально миша я хочу вам сказать что просто вот разрабатывают по деталям по подробностям все сферы жизни от экономической до социальной хорошо к этому мы вернемся к экономической социальной значит по поводу того кому жить кому умирать среди сегодняшних граждан израиля который будет по их мнению освобожден и так там насколько я понял были представлены рекомендации вот каких именно евреев следует оставить от каких избавиться но просто какие-то нацистские документы так и вот в тексте итогового документа там предлагается сформировать правила обращения с евреями которые останутся в стране то есть там есть такая селекция кого убить это значит солдаты там и вообще значит враги какие-то кого можно кому можно разрешить убежать или отдать под суд и вот 3 кого можно оставить стране там есть какая-то детализация по какому принципу все это будет вот отделены чистые от нечистых благонадежные от неблагонадежных они по моему сами запутались потому что они говорят с одной стороны они говорят что значит там они делят на три категории значит те как как они будут разбираться первое как вы правильно сказали это все что связано с армией спецслужбами и так далее они должны быть уничтожены убитых вторые это те кто может убежать или тех кого можно отдать под суд и третье это мирные люди которые будут преданы нам они говорят так прямо так и говорят вот эти мирные мирно настроены вот этих можно либо оставить стране либо так сказать дать им возможность спокойно спокойно уехать если они захотят при этом они говорят подчеркивать это идет отдельным пунктом что мы должны оставить стране специалистов которые на первое время чего они указывают опять кисрок дальше это время должно быть достаточно протяженным которые помогут нам значит искать в скажем так в скажем в новых условиях то есть это инженеры это врачи это программисты это значит специалисты по оборонному делу это значит работа сотрудники оборонных предприятий и так далее и так далее то есть вот эти категории людей они хотят оставить чтобы пока пока на время чтобы они работали но то что вы сказали миш это как бы даже с иронией употребив это слово но действительно документ нацистский по по своему характеру и меня удивляет только одна вещь почему об этом практически никто к этому мы сейчас еще вернемся я просто хочу уточнить вот по поводу того кого там уничтожить кого оставить такой момент по поводу спекуляции уже у нас на эту тему я видел в одном из комментариев я просто не читал сам этот документ я видел только цитаты которые употребляю на вас как бы собственно проверяю их подлинность так вот в одном из комментарии было вот это вот кого оставить кого не оставить про солдатов было да вот солдат там там до или а оставить левых и близких нам людей без там такое выражение левых portal левых не было то есть это уже как бы это уже как бы наши внутренние разбуки vardır интреть угна sole левых там не было там было сказано и людей придерживающихся мира или мирных людей но не смысле мирных гражданских лиц а тех кто как бы выступает за мир но как как бы слово «левый». У нас и правый тоже выступает за мир. У нас есть правый выступающий за мир. Да, и слово «левых» там употреблено не было, поэтому... Следующий момент, который меня так очень впечатлил, председатель этой конференции Данаан Абейт. Данаан Абейт, да. Значит, он сказал, вот цитата, к участникам конференции он обращается, что он говорит, что у нас, я не знаю, у кого у нас, у Хамаса или... те, кто готовил этот документ, у нас есть все записи о количестве израильских квартир и учреждений, учебных заведений и школ, заправок, электростанции, и мы должны подготовиться к управлению ими. То есть они как бы уже перепись имущества тоже сделали. Да, как они утверждают. Ну, понятно. Чем это вызвано, это надо пояснить. Дело в том, что как бы они говорят о том, и почему была создана эта организация. Они там как бы говорили на совещании, на конференции, что вот, дескать, когда евреи ушли из газы, оставили цветущие поселения, то как бы мы не были к этому готовы, и в результате тот материал, который мы могли бы использоваться, он был разрушен, испорчен, поврежден и так далее. Этого не должно быть. И поэтому мы должны подготовиться хорошо к тому, когда мы придем и когда государство Израиля, как таковое, будет уничтожено. Мы должны быть готовыми к тому, чтобы принять все то, что останется, и чтобы, так сказать, воспользоваться так, как нам это будет удобно и нужно. Ну, кстати, это один из тоже упомянутых вами нацистских законов, о том, что освобожденное имущество от евреев не должно повреждаться, должно быть сохранено и использовано на благо Великой Германии. Вот теперь мы как раз возвращаемся к вашему вопросу по поводу того, почему на это не обращают внимания. Ну, во-первых, обратили. Вы с этим разбирались. Я видел другие комментарии. Но у меня к вам вопрос вот какой. Во-первых, кто именно должен на это обращать внимание? Израильское правительство? Я думаю, что оно и так же. Но здесь везде действительный вопрос. А надо ли всерьез на это обращать внимание, или к этому относиться иронично? Я почему спрашиваю? Я помню, что называется на дворе своей журналистской деятельности здесь, в Израиле. Я помню, что вот все буквально заголовки основных СМИ израильских заключалось в том, такой-то, такой-то, ну, Хамаса тогда не было, тогда был Фатх. Сказал, что Израиль должен был уничтожен. И все вокруг об этом поводу говорили. Потом выяснялось, что это сказал какой-то там пьяный старост о какой-нибудь деревне, где-нибудь на сходке своих сельских жителей, что вот Хамас, вернее, что Израиль надо уничтожить. И все всерьез обсуждали, что он сказал. Хотя, как бы, никакого, ну, сказал и сказал дальше. У нас тоже много, что говорят про Газу и Палестину, похлеще. Так вот, надо ли относиться серьезно к подобным этим документам? Или надо относиться серьезно только потому, что это спонсировал Хамас? Так мы его и так вроде не признаем. Вопрос сложный, на самом деле. То есть, надо различать между действительно цветастой восточной риторикой, которую мы прекрасно знаем. Все-таки мы живем с вами на Востоке, и мы знаем, что очень часто, вы очень правильно подметили, Миш, что очень часто, как бы, за словами ничего не стоит. Или стоит совершенно что-то другое. Как бы, очень часто. Напомнить о себе, своим людям. Но здесь нечто другое все-таки, Миш. Здесь нечто другое. Здесь создана специальная структура, с 14-го года существующая, которая детально занимается вопросом, что делать с израильским имуществом, с израильскими евреями. И документ, вы понимаете, одно дело, когда Хамас выступает с обычной риторикой и говорит о том, что действительно там политический народ продолжит борьбу, да, Израиль должен быть уничтожен. Это, как бы, да, в порядке вещей. Я считаю, что действительно к этому можно относиться спустя рукава. Но другое дело, когда подготавливается серьезный, обстоятельный, детализированный документ. Детализированный, я подчеркиваю, потому что тот документ, который выложен на мемори, там видно четко, там по пунктам все буквально разложено. И я не знаю, действительно, это, что называется, понт, что они говорят, что у них весь список израильского имущества. Или это реально то, что... Потому что если это реально, то тогда это вообще плохо. Ну, во-первых, при нашем разглядях это не так трудно, в общем-то, получить. Да, установить. Совершенно верно. У них свои люди, учитывая тот факт, который... Документ, прежде всего, носит нацистский характер. И это должно настораживать. Потому что, как мы помним, то, что начиналось с Германии, тоже начиналось с достаточно простой риторики. И тоже призывали не обращать на это внимания, что ничем это не закончится. Однако, чем это закончилось, мы прекрасно знаем. Более того, в документе указывается в рекомендациях еще на то, что готовиться надо уже к этому прямо сейчас, не ждать. А прямо сейчас и второй момент. Сразу буквально после этой конференции стало известно, что, во всяком случае, исламский джихад объявил мобилизацию всех своих сторонников. Понятно, что это, может быть, не связано с документом. Но тот факт агрессивных установок, которые давлеют над исламским джихадом, уж точно, тоже не может настораживать. И потом может вдруг оказаться, что все это вообще на самом деле звенья одной и той же цепи. А скажите, пожалуйста, допустим, вот к примеру, Израиль, обеспокоенный вот этой ситуацией, обеспокоенный как? Обеспокоенный, обращающий внимание на эту ситуацию, решает, как бы, использовать этот документ, чтобы показать нагляда миру, спонсорам палестинского движения, различным структурам государственным, зарубежным, которые, как бы, двояко относятся к палестино-израильской проблематике, показать этот документ, разъяснить, вот с кем вы имеете дело, вот каковы истинные цели этих людей и так далее и тому подобное. С одной стороны, ну что, можно считать, что это полезная вещь и единственное, что можно, собственно говоря, в этой ситуации сделать. Но не получится ли так, что мы тем самым будем пропагандировать эти идеи среди сторонников вот агрессивных палестинцев, агрессивной части общества палестинского по всему миру? Нет, я не думаю, что получится. Так, дело в том, что я думаю, что сторонники палестинцев, сторонники Хамаса, скажем так, сторонники агрессивного направления, их не надо особо ничем подогревать. Для них этот документ будет просто очередное подтверждение устремлений. Это не тот случай. Я еще раз повторяю. Документ носит откровенно нацистский характер. Если мы говорим, что никогда больше, значит, надо действовать так, как вы сказали. Я с вами в этом плане совершенно согласен. Надо показать этот документ миру и сказать, ребята, вот чего стоят все ваши благие намерения, субсидирование Хамаса, попытки его миротворить, попытки, так сказать, его субсидировать и так далее, и так далее. Это самое яркое доказательство его нацистских устремлений, и вы должны об этом знать. Потому что те, кто... Вот скажу, есть же люди, которые, как вы правильно сказали, есть четкое разделение, опять-таки, на три категории. Есть люди, сторонники Израиля, то есть явные... Есть люди, явные сторонники палестинской автономии, а есть те, кто колеблется, находится где-то на половине. И вот этот документ должен рассчитывать быть на тех, кто находится на середине. Да, кто просто не вооружен всей этой информацией. Совершенно верно. Марк, большое спасибо за ваши комментарии. На этом все. Напомню, что моим гостем в студии был израильский журналист Марк Котлярский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова